Ваш труд поистине спас, не спасет ни одну жизнь. Проклоняюсь перед вами. В праздник открыли слова благодарности родственников, чьи вы инослужащие получали маскировочные сети. Спеть песню и поздравить береги, а именно так себя называют волонтеры инициативной группы «Ваша защита» пришел Рамиль Юнусов. Он возит гуманитарную помощь на передовую со всего Татарстана. Ребята очень позитивные. Вообще за них просто я горд. Это дорогого стоит их видеть. И когда едешь и обратно, дела сделано, все передало, все нормально. Ребята очень довольны. На празднике присутствовал военнослужащий. Увидев его, волонтеры не могли сдержать свои эмоции. Обнимали и плакали. Боец находится в краткосрочном отпуске. Он отметил, что маскировочные сети им очень помогают. Они востребованы очень. Очень многие просят с изменением климата, они тоже и цвет надо менять. Летние сети уже сейчас не применяют, потому что вся листва опала, и поэтому нужна осень. Зимы там практически нет. Изначально цех по плетению маскировочных сетей располагался в первом комплексе. Волонтеры стали приходить с первого дня. Приносили ткани, рыболовные сети. Мы начинали только, распускали юбки, пиджаки, рубашки, платья, резали вручную и плели. Плели так, как могли. То есть первые сети у нас были, конечно, ковры. Мы их называли коврами. Но тем не менее, это же мы, никто не учился. С ноября прошлого года цех переехал в здание жилого дома 2310. Плести сети приходит до 40 человек ежедневно. Самая старшая среди берегинь – Нина Пчельникова. В сентябре ей исполнилось 90 лет. Во время работы она читает стихи известных поэтов. Анна Ахматова, Вероника Тушнова. Так что то, что мне по сердцу и нам подходит, вот это я читаю стихи. Я их наизусть учу, там что быстро. Вот читаю, они всегда говорят. А почитайте нам стихи. Вот я читаю стихи. Я хожу, две недели уже хожу здесь. Ездила в Нижнекамске, работала. У меня зять ушел на фронт. По собственному желанию. Никому ничего не сказал. Уехал на фронт. Я пойду защищать родину. И вот попросил он 10 сетей. Мы отправили уже 8 сетей. И две сети отправили с Нижнекамска. Праздник. Очень все это трогательно. Мы тоже. В общем, все это прочувственно. Мы бежали, когда из-под обстрелов. Видели наши. Ощущали помощь. Нам помогли убежать из-под обстрелов. Российские военные, они нам помогали. Нас не было. Мы прибежали без воды, без еды. Цех по плетению маскировочных сетей продолжает развиваться и расти. Сегодня неравнодушные женщины отправляют на фронт уже более 100 сетей в месяц. Лизанга Бдрашитова, Артем Колесов. Новости Набережные Челны.